Ведущие эксперты в сфере медицины и фармацевтики, предприниматели, представители ведомств обсуждают сегодня важнейшие темы. Президентам поставлена задача. К 2030 году средняя продолжительность жизни должна составлять 78 лет. Для достижения цели важнейшую роль играет развитие медицины. О том, что здравоохранение – один из ключевых приоритетов для главы региона, сам Павел Молков подчеркивает регулярно. В своей приветственной речи в зале пленарного заседания он вновь обозначил значимость вопроса для него лично. В связи с особым вниманием к этой сфере только за последний год в регионе достигнуты поразительные результаты. Полтора года назад у нас была какая-то чудовищная цифра, около 10 промилле по младерической смертности. Сейчас уже 4 промилле. Всего за год вдвое увеличили количество профосмотров, количество людей, которые прошли через дистанциализацию. По итогам понятно, что у нас скопнула заболеваемость, выросла очень выявляемость болезни. Это абсолютно нормально. Но за счет вот этой ранней диагностики существенно снизилась смертность. Мы в прошлом году вошли в топ-5 регионов по стране по темпам роста, ожидаемой продолжительности жизни. У нас второе место по стране по темпам снижения смертности трудоспособного населения. И первое место по всей стране по сокращению смертности от онкозаболеваний. И вот мы же все прекрасно с вами понимаем. Это не просто цифры, это не просто какая-то статистика. Это жизни людей. Всего за год-полтора в регионе обновили половину медицинского транспорта. Открыли новый корпус онкодиспансера, крупный медицинский центр в Скопине. Запущен процесс обновления стоматологических кабинетов в районах, а также активно работают программы реабилитации в санатории Сосновый Бор. Параллельно и взаимодополняя друг друга, здесь существуют два направления – реабилитация бойцов СВО и реабилитация детей-инвалидов. В созданной в регионе Аэрокосмической долине одним из приоритетных направлений выбрано направление биомедицинские технологии и медицинские изделия. Все те договоренности, все те решения, которые были выработаны по итогам первого форума, у нас сейчас все в стадии реализации, ничего не забыли, последовательно работаем по всем направлениям. Мы перестраиваем и работаем, собственно, всей системы, всей отрасли здравоохранения. Изменили уже подход к профилактике, к диагностике заболеваний, к лечению, к реабилитации. Выбрали опорную сеть учреждений или институт кураторства. Вот работаем сейчас вот такой схеме в онкологии, в сердечно-сосудистых заболеваниях, в родоспоможении. В рамках форума состоялась специализированная выставка передовых отечественных разработок в области медицинского оборудования, технологий фармацевтической продукции и средств реабилитации. Медицинский кластер развивается в области успешно, подчеркнул Павел Малков. Это три образовательных учреждения с сильной научной школой и 15 предприятий, производящих приборы и оборудование. На большинстве предприятий губернатор бывал лично. В Рязанской области выпускается четырехвалентная вакцина от гриппа, которую поставляют в разные страны мира, лекарства от онкологии, а также в ближайшее время откроют два уникальных фармпредприятия, где будут изготавливать препараты, которых пока в России не делают.